здравствуйте подписчики моего канала сегодня мы поговорим о родовых травмах с точки зрения эзотерики эзотерики всегда намного шире смотрят на вопросы рождения человека его взаимосвязи с родом и задачи в этой жизни например если врач вам расскажет что вы появились из клетки развивались из эмбриона а физически будете прохая походить на папу маму потому что генетику не об не обманешь антрополог может еще рассказать где селились ваши предки лет эдак 500 назад в эзотерике ваш портрет эксперты составить с точки зрения энергии и энергетики понятие родовой травмы в эзотерике это первичная оболочка называется в эзотерике каузальным телом или телом причинности несет себе родовую информацию от обоих родителей и о своих прошлых воплощениях на земле именно оттуда из прошлых жизней ну конечно и по роду ребенку могут передаваться информационные блоки негативные программы которые к сожалению будут деструктивно отражаться как на физическом так и на энерго информационном развитии такие сбои зачастую травмируют и про психоэмоциональное состояние личности приобретенные даже не при рождении а в момент зачатия негативные программы называются каузальными они становятся причинами отклонения в развитии плода в пренатальный период а также вредят матери будущей роженицы родовые программы кармические программы предыдущих воплощений личности могут вызвать травмы как энергоинформационных структур тонких тел так и физического тела когда ребенок начинает развиваться адаптироваться к реальному миру они способны оказывать сильное управляющее воздействие заставляет человека совершить не совсем адекватные поступки и действия человек как будто становится маринеткой в чьих-то руках впоследствии для человека это оборачивается страданиями разрушениями личности могут проявиться хронические болезни алкоголизм криминальные наклонности человек может чувствовать что буквально обречен на одиночество а отсутствие социальной усугубляет шаткость эмоционального состояния порой вплоть до суицида с давних времен эзотерика искала способы очищения кармы избавления от негативно кармических программ разные эзотерические учения предлагать всевозможные практики для решения этой задачи нужно отметить что ключом к решению данной задачи является понимание самим человеком личностью что причины и мотивации к совершению многих фатальных поступков лежат в нем самом и не в ближайшем окружении а возникает под воздействием переданных ему программ эту зашитую каузальную в тело информацию никак нельзя удалить однако можно осознать внимание той или иной программы и разорвать энергоинформационную связь между ней и плохими событиями в жизни грубо говоря вы выключаете душ от работы которого по полу образуется огромная лужа после этого человека переподключают к другому душу другими маятниками программ который в эзотерике называется эгрегорами это возможно потому что в каузальном теле хранится информация и опыт не только неудач и ошибок но и об успехах рода каждого из знак самых разных областях жизни рассмотрим для примера несколько эзотерических практик рефинг риби риби финг как способ избавления от родовой травмы эзотерики йоги популярна техника риби финга как способа избавления от различных родовых травм вместе с инструктором человек выполняет определенные дыхательные упражнения работающие не только на физику тела но и на тонкие тела эффект эксперты сравнивают с тем как будто человек проходит этап перерождения он не умирает рождается а именно переживает заново момент своего рождения при этом повторные роды проходят для него без ошибок он не цепляет из прошлого негативные кармические хвосты так происходит освобождение от родовой травмы в эзотерическом понимании и эта практика сложна и требует тщательного контроля со стороны опытного инструктора кроме опасности кислородного голодания мозга который может привести к необратимым последствиям практика позволяет только пережить выборочные моменты при рождении и при перинатальном периоде по крайней мере так можно судить по отзывам самих практикующих да человек может научиться справляться с той или иной проблемой но одно лишь переживание опыта пришедшего приведшего к травме не гарантирует полного избавления от влияния родовой травмы такой результат возникает потому что практика не предусматривает активацию нужных ресурсов позитивного кармического опыта и навыков для решения задач необходимых человеку для гармоничного существования и дальнейшего развития работа с хрониками акаши как способ избавления родовой травмы еще одна популярная практика для коррекции кармических связей и избавления от родовых травм и программ работа с хрониками акаши эзотерики считают что хроники акаши мистическая неосязаемая библиотека хранящаяся в тонких мирах вмещают весь совокупный и коллективный опыт всех разумных существ всю историю с момента возникновения вселенной исходя из этой концепции практики построенные на основе подключения подсознания человека к этой библиотеке позволяют понять природу и причинно-следственные связи возникновения тех или иных родовых программ а также устранить сбои в кармическом развитии хроники помогают использовать возможности рода всего человечества и для активации процессов развития эволюции конкретной личности и ее рода таким направлением и практикам могут помочь вам полностью отойти от негативных сценариев в жизни дать свободу от кармических долгов для своих детей множество это и это хилинг и дизайн человека и другие любыми проблемами в том числе и родовыми травмами негативными кармическими программами можно справиться сознание подсознание раскрывает безграничные возможности ли не ограничено в развитии духовного роста главное найти эксперта практика который подойдет вариант изменений лично для вас